Девушки отдыхают Его удар в створ очень опасный Сильный в Пепе Рейну Романьоли А вот так вот На этот раз не на Эрнандес, а на Лиау Который выходит один на один и потерял ворота Рейна 1-0 в пользу Милана Рафаэль Лиау Вот буквально несколько касаний он сегодня сделал Но все были хорошими Да, опять прекрасно сыграл Романьоли У него сегодня матч вот таких передач За который его можно только хвалить Даже восхищаться Лиау успел посмотреть на ворота На Рейну, хотя Рейна, по-моему, свое неловкое движение Сделал чуть позже Уже когда Лиау готовился к удару Рейна сместился в ближний угол И дальний потерял Но в любом случае было тяжело отбить этот удар Да, вот лишние шаги туда сделал, по-моему, испанский вратарь В общем, Лацо пропускает Рейнкович Савич, Патрик Вот Катальди был открыт под Патрика А играть через Башича было очень плохо Смотрите, какая контратака у Милана Лиау, защитник перед ним Но все равно Лиау убрал себе И потом гол Из офсайда может быть, пока он засчитан 2-0 Милан 2-0 в этом матче Вот это уже очень много Милан при Пиоле иногда какие-то чудеса показывает Ну а здесь что сказать? Явная ошибка Конфуз обороны Лацо при владении мячом Нет, конечно, не автогол, а забил Жиру Причем передача на него шла чуть ли не назад Поэтому офсайд тоже сейчас проверим Но я полагаю, что его не было Вот тут будет видно Да, это пас назад Калабре выносит подальше Чтобы защитники Милана хотя бы Снова выстроились в линию Я думаю, что это правильно А еще Жиру зацепился впереди Брайм Диас на скорости 5 человек у Лацо защищаются И один Лиау есть под Браймом Диасом А дальше Теу Эрнадес Третий гол, третий гол, третий гол Милана Что они делают? Десятый гол Оливье Жиру за Милан С юбилеем И рвок-то у него какой голевой в последних матчах Многое здесь сделала скидка Жиру на Абраима Диаса Но дальше Какой толк от пяти людей Если два человека у Милана открываются просто на фланге И одним пасом эти пятеро отрезаны Они просто не перекрыли эту линию Которую замкнул Жиру Невероятный результат первого тайма Невероятный не потому, что его невозможно было представить до начала матча Мало ли как оно пошло бы Федро справа Продирается Русая рядом И они вдвоем-то могут обыграть Эрнандеса Федро на себя берет Мяч под лево И удар поэтому слабый Слабый, хотя и в створ Ну-ка Да-да-да, близко Сергей не забил В дальний угол он направлял мяч Наверное, это было не скид Навес в сторону створа И вот удар даже есть И гол забивает Милан Это Тамори Нет, это Кисье Все-таки это Кисье Хотя прическа у него новая Такая попроще, чем обычно И он похож на Тамори Вот как раз сейчас можете сравнить Они рядом И то, что Кисье какое-то время назад хотели продавать А теперь его не хотят отпускать Но он сам чуть не уходит В Барселону, например Это все Ну так Немного раздражает А гол после суматохи После того, как миланцы не сумели пробить Прямо с подачи За Канье Это все в центральном круге, господа Уже пошло добавленное время А оно не то, чтобы пошло Потому что ничего не добавил к этому матчу Симоне Содзе Он понимает, что все закончилось гораздо раньше Желаем здоровья Чиру и Мобиле Потому что без него Лацио совсем не Лацио Даже если командой управляет Маурицио Сари Лацио сегодня проигрывает С Мобиле или без